Доброго всем дня! Сегодня у нас 18 октября 2023 года. В Харькове продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас солнечная погода, прекрасная, если бы не градусы. Градусы 8 ощущается как 6. Ну и так, прохладно. В день заходишь прохладно, на солнышке еще более-менее терпимо жить можно. Дома по-прежнему отопления нет, и я так понимаю, его уже в этом месяце не в ключ. А то у меня такое чувство, хотя я в этом не уверена, но, слава богу, можно прогревать обогревателем, можно прогревать, ну в общем, различные способы обогрева при помощи электрики. Электричество, слава богу, есть. Так, я вам по поводу амирана сейчас скажу, а потом я вам расскажу историю, которую я не хотела рассказывать полтора года. Так, по поводу амирана. Ночью была еще температура. Я давала противонуроферной температуры от жара, а сейчас мы встали, температуры нет вообще. И он начал требовать, идем гулять. Стой, дорога! Идем гулять, ну и в общем-то мы идем гулять, потому что, если температура 36,6, то, ну правда, мы идем гулять без детей. Сейчас я вам покажу. Вот мы пришли на такую площадку, здесь совершенно нет детей, вот только человек с собакой, и все. Здесь, в принципе, всегда было не очень много детей, особенно если это будний день. Это такая местная здесь у нас москалевская площадка. И уже так страшно лежит игрушка, да? И не пойми, что у меня уже в голове сразу всплывает картина вдруг мина. Ну а что? Все что угодно может быть. В общем, мы решили, он, конечно, просился на набережную, но я ему объяснила, что сейчас к деткам пойти не получится, потому что ты еще, ну, я не знаю, что это было, возможно, такой-то вирус. Да, паровозик, может быть, сглазил кто-то, может быть, все что угодно. Я, естественно, и святой водичкой брызгала молитвы, мы читали все эти дни. Но к детям я не рискнула идти, потому что, потому что. Я сторонник того, что нельзя, когда ребенок болеет, везти его к другим детям, чтобы заражать всех вокруг. Вообще не стоит так делать. Если болеет, можно выходить, естественно, по хорошей погоде. Вот мы сейчас здесь так уютно и хорошо. Здесь вообще нет ветра. Нет, Амиранчик, мы не можем пойти на набережную. А мы сейчас в парке. А что тебе не так? Так, детская площадка, здесь есть горки, здесь есть все. Ну, Амиран, мы не можем пойти к детям. А вдруг? Заряжать никого нельзя. Заряжать, говорю. Заражать. Да, здесь три горки. Шнурок развязался. Немного надо. Как у тебя настроение? Лоха? Почему? Потому что мы не идем на набережную, в парк, да? Нет. В сквер. Через 10-й год. Мне много надо. Тебе много надо? Да. И можно. Ой, ладно. Так, присела на лавочку рассказать то, что я, в принципе, не рассказывала полтора года. А много чего не рассказываю. Я же не могу рассказывать. Это как бы видеодневник, вы видите фрагментами мою жизнь. А так, чтобы рассказывать каждый свой шаг, все, что я вижу, это, конечно же, есть такие вещи, которые по морально-этическим соображениям я, допустим, не могу рассказать. О, ракета прилетела. Стой, иди сюда. Я не знаю, вы слышали, не слышали, реально. Анаран, сиди, все хорошо, все хорошо, все нормально. Все нормально. Все нормально. Вы видите, он сразу же прибежал ко мне и сел. Полтора года в таких условиях, каждый раз, когда он слышит, так, куда же это прилетело, а? Воздушной тревоги нет. Нет воздушной тревоги. У меня даже нет сомнения, что это что-то прилетело. Воздушная тревога. Воздушная тревога, как всегда, вовремя, ребята. Сейчас реально был взрыв в прямом эфире. Такое нарочно не придумаешь, это страшно вообще было. Когда хочешь рассказать одно, а получается совершенно другое. Ну, вы слышите воздушную тревогу, я думаю. Единственное, что хочу сказать, чтобы не... Прямо моя сирена орет. Сирена твоя орет? Да. Опять. Опять все хорошо, видите, он не боится, он уже привыкся, хорошо. Дай бог, чтобы не по жилым домам и не по мирным людям. Это единственное, о чем думаешь, такой момент, чтобы все были живы. Я забыла, о чем хотела рассказать. И актуально ли это сейчас. В принципе, наверное, актуально. Так, Амиран, далеко не отходи от меня. Ну, иди туда, иди. Но сейчас я не смогу тебя подсадить, можешь просто рядом походить. Я же разговариваю со зрителями. Две минуты, пять минут максимум, и я тебя подсажу. Амиранчик, пять минут сейчас. Так вот, полтора года назад, когда... Ну, после 24 февраля 2022 года, после начала военных действий в Харькове, в Харьковской области, устало очень много бездомных животных и бездомных людей. Люди, я так понимаю, поприезжали из Харьковской области. Ну, в общем, это все я вам временами рассказываю. Но появился человек. Он появился, он все время ходит, он уже полтора года ходит в районе Зирки. Кинотеатр Зирка, кто знает. Да, я думаю, все сейчас, кто смотрит меня с этого района, с моего, все прекрасно поймут, о ком идет речь. Зирка, площадь Конституции, он очень там любит обитать, университетская. Ты не хочешь здесь гулять? Да, я хочу парк мой. Парк твой, Зайка. Амиранчик, у тебя ночью была очень высокая температура, мы сейчас к деткам пойти не можем. Я хочу, я хочу детка. В общем, этот человек, видно, что он... Мама, здесь есть ты, другой. Да, Зайка, да, я вам рассказываю? Видно, что он душевно больной. Я хочу, я хочу детку. Секунду. Воздушная тревога до сих пор орет. В общем, появился человек, видно, что он душевно больной. Он очень маленького роста, мне кажется, где-то метр сорок чем-то, вот так вот. Мужчина это, взрослый, и он, что характерно, он очень сильно кашлял. Очень сильно. Поначалу я ему сочувствовала еще, ну, я ему сочувствую сейчас, просто я... Год назад там... В общем, есть люди, я знаю, кто, и не только я, и другие покупали ему продукты питания. В общем, ну, у него был очень сильный кашель, и он до сих пор продолжается. Я вам никогда в жизни не рассказывала об этом человеке. Сейчас я расскажу, к чему я это все говорю. Дальше. Меня этот взрыв и сирена вообще сбила с мыслью. Была четкая мысль, но прошу простить, если я... Буду немного подтормаживать. Так. Потом я увидела, и спустя несколько месяцев, как он появился, я увидела, как он... Вот в любом месте, в центре города останавливается посреди улицы и ходит в туалет. Разными способами, и так, и так. В общем, он ходит в туалет где угодно. Я так понимаю, у человека, еще раз скажу, у человека очень жаль. Человек душевно больной. Человек с открытой формой туберкулеза, как выяснилось позже. Я бы этого всего не говорила. Наверное, еще раз скажу по морально-этическим соображениям. Выносите это на всеобщее обозрение. Здесь я считаю, что не стоит такие ситуации, поэтому я об этом не говорила. Но когда уже в чате мне сказала Валя, Таня, будь осторожна, у нас у нее есть чат двора, чат дома. Я там не состою, а Валя состоит. В общем, такой вайбер-чат. Там уже написали, будьте осторожны, человек с открытой формой туберкулеза, Человек постоянно прибывает во дворе, постоянно везде кашляет. После того, как он кашляет, остаются кровавые следы, что надо быть аккуратным с детьми. Где-то три недели назад, возле Зирки, когда он в очередной раз стоял и ходил в туалет посреди просто улицы, посреди остановки, кто-то вызвал полицию. Мы с Норой сначала проходили в одну сторону, видели, как он ходит в туалет, а в другую сторону, когда проходили, уже приехали сотрудники полиции. Но они к нему боялись подойти из-за кашля. Ну и в результате они вызвали, я так понимаю, сотрудники полиции, когда увидели, что у него кровавый кашель, это все было возле Зирки, они вызвали скорую помощь. У нас как раз там с Норой было дело, и мы за этим всем стояли, наблюдали, пока ждали по своим делам. Приехали, скорая помощь, тоже к нему особо подходить не хотели. Ну, я не знаю, после этого мы с Норой ушли, забрали его, не забрали, по всей видимости, если он сейчас ходит каждый день, никуда его никто не забрал. Насколько мне известно, в связи с войной, с военными действиями, ну это еще было и до войны, до 2022 года распустили туберкулезные диспансеры. Сейчас, ну, не все. Сейчас, по всей видимости, с войной они были в области все. Эти люди теперь ходят, передвигаются среди нас всех. Психиатрические больницы, допустим, Стрелечье, ее там разбомбили, не разбомбили, я точно не знаю этой истории, но знаю, что оттуда тоже всех выпустили. Кого-то эвакуировали во Львов, но как пришла и сказала мне одна женщина, которая с этим всем связана, что они все сели и вернулись обратно в Харьков. Все вернулись домой. У меня вопрос, когда сейчас все стараются убедить весь мир других, там и в нашей стране тоже, что нужно прививаться от барановируса, это имеет угрожающее вообще действие на наш город, на нашу страну и вообще на нашу планету, барановирус скоро убьет всех, да, нужно срочно прививаться, все призывают. То у меня вопрос, мне кажется, что люди с открытой формой туберкулеза несут гораздо большую угрозу, да, им нужно обеспечить соответствующее, нужное лечение. Мне очень жаль этого человека. Человек душевно больной еще и с туберкулезом. Но если, понимаете, он будет ходить и заражать всех вокруг, мне кажется, что это гораздо страшнее. Закрыть туберкулезные диспансеры, лечить людей, лишить людей возможности оказания своевременного лечения, это гораздо страшнее, чем любой барановирус. Я уже даже не хочу произносить это слово слухью, потому что у ютуба свои принципы свои, поэтому, я думаю, вы прекрасно поняли, о каком вирусе идет речь. А вот так вот, я не понимаю, какие-то двойные стандарты сейчас становятся в мире, я просто с вами поделилась. Я не... понимаете, этим видео зададите, некоторые спросят, что ты хотела этим сказать? Ну и хотела сказать, вот-вот та действительность, с которой мы столкнулись. Возможно, кто-то задумается. Причем, я не знаю, напишите, как в ваших городах и странах происходит сейчас с туберкулезными диспансерами. Закрывают их, не закрывают, продолжают ли лечение. Я знаю, что если нормально начать лечение, то, в принципе, туберкулез возможно на 100% вылечить. Но... а возможность сделать из него эпидемию всемирного масштаба. Поэтому я не знаю, что происходит. Я вам сказала вот то, что я вижу своими глазами. Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните, самое главное, что все войны заканчиваются миром. Посмотрите, куда этот малец залез. Крепко очень держись. Физкультурой решил заняться. Да, а что? Посмотрите, какой кот идет. Какой кот идет. Большой. Привет. Побежал. Побежал.